В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Екатерина Борисова. Здравствуйте! И в начале выпуска коротко об основных событиях. Во дворце спорта Видное прошла презентация проектов ежегодной губернаторской премии «Наша Подмосковья». В этом году также изменено количество премий. Их всего будет тысяча. На выезде из города через Старую Нагорную улицу теперь дежурят сотрудники ГИБДД. Наши присутствия уже сглаживают немного ситуации. В развилке широко отметили День поселка. Молодежь танцует, дети. Все нормально будет. Я надеюсь, что будет праздник, понравится каждому жителю. В Видное ТВ прошла презентация социально значимых проектов, поданных на соискание губернаторской премии «Наша Подмосковья». В этом году от Ленинского муниципалитета представлено 160 проектов. Побывала на презентации и наша съемочная группа. Во дворце спорта Видное сегодня многолюдно. Здесь собрались жители Ленинского городского округа, претендующие на губернаторскую премию «Наша Подмосковья». В этом году от муниципалитета в премии участвует 160 человек. Один из этапов ежегодной премии «Наша Подмосковья» – защита проектов. Сегодня на протяжении всего дня в дворце спорта свои проекты представят более 120 жителей Ленинского округа. Главный критерий оценки – социальная значимость. Каждый год условия конкурса меняются. В этом году иметь инициативную группу не обязательно. Проекты принимают по четырем номинациям – «Прорыв», «Экология», «Творчество» и «Духовное наследие», «Волонтерство» и «Благотворительность». В этом году также изменено количество премий. Их всего будет тысяча на всю Московскую область. И все премии равнозначны по 180 тысяч рублей. Поэтому конкуренция в этом году очень большая. Юрий Шиловский – учитель технологии в Бутовской школе номер два. На премию он пришел с очень важным проектом – проблемой утилизации так называемых мусорных хвостов. Всего того, что остается после сортировки отходов. Он предлагает воспользоваться опытом немецких коллег, которые научились экологично утилизировать остатки сортировки. Когда мы сжигаем мусор, это, во-первых, дорого, а во-вторых, на сегодняшний день остается шлам. Опять-таки тот же сожженный мусор куда-то нужно деть. И он опять будет создавать некоторые неудобства. А неудобства некоторые – это называются опять завалы, опять те же свалки. Чтобы эти свалки утилизировать раз и навсегда, мы предлагаем его перерабатывать в нужные материалы. В случае победы Юрий Шиловский вместе с учениками планирует сделать действующий миниатюрный макет завода по переработке мусорных хвостов, чтобы наглядно продемонстрировать общественности, как работает немецкая технология. В этом году много проектов связано именно с экологией. Например, эколог Андрей Букин в своем проекте предложил на территории муниципалитета развивать лечебные сады, высаживая как можно больше зимостойких грецких орехов, которые оказывают благотворное влияние на органы дыхания и нервную систему. Много проектов было связано с благотворительностью и творчеством. Почти все соискатели уже знают, на что в случае победы потратят губернаторскую премию. На следующий год мы дальше будем продолжать развивать экологическое воспитание у детей. И мы хотим сделать благотворительную акцию, также будем сажать урожай, помогать бабушкам, дедушкам, одиноким. Частично благотворительность, частично на саморазвитие. За шесть лет проведения премии в ней приняли участие более 230 тысяч жителей Подмосковья, в том числе более двух тысяч из Ленинского округа. 271 житель муниципалитета был удостоен звания лауреата. В этом году итоги подведут в ноябре. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Сергей Ларин, Видное ТВ. А теперь вернемся к одной из актуальных тем, озвученной в прошлых выпусках новостей. Утренние пробки на выезде из города через Старый Нагорную улицу продолжают беспокоить жителей, спешащих на работу за пределы Видного. В поисках пути решения администрации муниципалитета было предложено вмешаться в ситуацию сотрудникам ГИБДД. Сегодня с 7 до 9 утра инспекторы ДПС дежурили на маршруте. Тему продолжит Татьяна Брылова. В сторону города машины двигаются с нормальной скоростью. А вот на выезд хвост растянулся аж до зеленых аллей. Все пытаются вырваться из городского плена. Ситуация обострилась с началом нового учебного года. Все вернулись из отпусков, школа, работа. Жизнь, казалось бы, закипела. Но тут же встала в пробках. За решение проблемы взялся глава муниципалитета. По его распоряжению были привлечены сотрудники ГИБДД. Сегодня с 7 часов утра на кругу у многофункционального центра дежурят инспекторы. Их хорошо видно всем, кто движется из микрорайона Зеленой аллеи, поэтому сегодня все едут по правилам. Наше присутствие уже сглаживает немного ситуацию, я так считаю. Хотя бы не в три полосы едем. А почему, как вы думаете, все-таки не в три полосы? Потому что полиционеры стоят. Помогают? Контролируют, да, все сразу разворачиваются, назад вздают. Здесь два в три ряда едут, это вообще ужас какой-то. Сегодня еще нормально, да? Сегодня очень хорошо, потому что еще полиция стоит. Еще одна полицейская машина стоит на повороте в сторону улицы Старонагорной. Задачи у инспекторов аналогичные. Но вопрос продолжает оставаться актуальным, и в ближайшее время будут предприняты определенные шаги, чтобы окончательно снять напряжение с этого участка дороги. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Видное ТВ. У кинотеатра «Искра» на Аллее Славы и у Тимоховского пруда полным ходом идет реконструкция прилегающей территории. Помимо прочего, скоро здесь появится памп-трек и скейт-парк. Насколько актуально строительство подобных спортивных сооружений в Видном, разбирался Максим Козлов. Павел Войтов начал заниматься питбайком более 15 лет назад. Сейчас спортивная дисциплина, где необходимо продемонстрировать различные трюки на велосипеде, называется «Байсикл Мотокросс» или «Би-Эм-Икс». Теперь в Видном появится трасса, где и спортсмены со стажем, и новички смогут оттачивать свое мастерство. Мы создали сильнейшую команду в Видном по Би-Эм-Иксу, и вот, наконец-то, в Видном, спустя 15 лет появляется скейт-парк, которого ждали реально очень много лет. Строится не дилетантами, не какими-то там наемными рабочими, а настроится нами. Вот этот скейт-парк делает конкретно тот человек, который был со мной вместе, один из лучших Би-Эм-Иксов России тогда, на тот момент. Соответственно, он знает то, что он делает, и придраться здесь к фигурам абсолютно невозможно. Здесь можно научиться почти всему. Памп-трек – это трасса, на которой чередуются ямы, кочки и склоны, не содержащие ровных участков. Скейт-парк – площадка с различными объектами, имеющими уклоны. Но пока они строятся, многочисленные поклонники трюков на двухколесных средствах передвижения тренируются где придется. Например, начинающие райдеры Максим и Дима устроили скейт-парк во дворе школы. Ну, а какой-то уже такой прям профессиональный нужен? Ну, его около искр строят. Ну, и как ты думаешь, он пригодится тебе? Да. Неудобно просто ездить там, вот это вот все, эти руки делать. Нужен специальный скейт-парк там. Павел Войтов уверен, скоро ребятам будет где развернуться. Он не только ведет активную спортивную деятельность, но и тренирует молодежь, в том числе и своего четырехлетнего сына Мишу. Опытный спортсмен не понаслышке знает, насколько актуальна проблема скейт-парков и памп-треков не только для видного, но и для всей России. Раньше были только велики, и скейт, и ролики. Сейчас ролики ушли на план, появился самокат. Самокат заполонил всю Россию. Это самый тренд, в принципе, сейчас по популярности. Это самокатный, вот трюковой самокат. Соответственно, детей стало вот в разы больше. Появился вот еще беговел плюс до кучи. Они тоже катаются в парках и делают трюки, реальные элементы. Еще одна группа райдеров на постоянной основе тренируется в центре Видного. На небольшой площадке перед районным центром культуры и досуга ребята пытаются изучать несложные трюки. В целом получается неплохо, но все же место не приспособлено для таких занятий и хочется чего-то большего. У друга взял велосипед, и очень сильно понравилось кататься. И в итоге собрал свой велосипед. И вот, люблю это. Прогресс идет очень медленно. Ну вот у Искры строят. Как на ваш взгляд? Я думаю, так хоть краем глаза-то уже видели. Как на ваш взгляд? Там это будет действительно интересно, эффективно? Да, я видел. На самом деле, да, очень круто. Сейчас хоть и не полностью подстроено, но со стороны выглядит круто. Сначала просто катался, но как-то особо ничего не умел. Потом познакомился с ребятами, которые хорошо катаются, и начал что-то пробовать. И вот, получается, вот, как бы мне это нравится. Тут тяжеловато на скейт-парке, который у нас строят около Искры, все-таки будет прогрессировать более легче и безопаснее. Все, что я учился, я учился на улице. Ну, а сейчас с появлением парка, как думаете, прогресс получше пойдет? Да, конечно, была бы еще защита. Так и без защиты катаюсь. Безопасность действительно превыше всего. Трасса для памп-трека у Искры еще не достроена, а потому передвигаться по ней следует с особой осторожностью. Несмотря на юный возраст, Миша Войтов уже имеет опыт выступления в соревнованиях, пусть и любительских. А потому отец позволяет ему немного проехаться по трассе в ознакомительных целях. Мы мечтать даже не могли о таком в 4 года. Вот ему сейчас 4 года исполнилось. Я думаю, мы даже не думали в свои годы о том, что такое может быть, такое возможно. Он уже просто пытается сделать какие-то трюки, развернуться куда-то. На улицах Видного огромное количество ребят, которые просто катаются на самокатах, скейтах и велосипедах. Но немало и тех, кто хочет серьезно заниматься трюками, и отрадно, что скоро им будет где оттачивать свое мастерство. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Наш мобильный репортер на этот раз отправился в 6-й микрорайон, где в рамках проекта «Твори добро. Видное» для жителей был организован праздник. Назвали мероприятие «Музыка лета». И не случайно все в нем было под музыку. Игры с детьми, конкурсы, танцы и, конечно, песни. Участвуя в танцевальных мастер-классах, все желающие могли научиться новым интересным движениям. Кстати, охотников потанцевать было немало, и среди них не только вездесущие детвора, но и взрослые. Танцевали чуть ли не весь день, и даже заход солнца никого не остановил. Напротив, вечерний приглушенный свет добавил изюминку. Также на протяжении всей программы для родителей действовала лотерея, где можно было выиграть подарки и сертификаты. Ну а где и когда пройдет следующая программа проекта «Твори добровидное», организованного при участии одного из членов торгово-промышленной палаты Ленинского района, можно узнать из социальных сетей. Очередным поселением, где состоялись праздничные мероприятия, по случаю Дня поселка стала развилка. Наш корреспондент Дмитрий Книга побывал на празднике и готов поделиться своими впечатлениями. Летом по традиции во всех поселениях муниципалитета проходят Дни поселков. На этот раз праздник состоялся в развилке, где в течение всего дня проходили праздничные мероприятия. Спортивные соревнования, интерактивные программы для детей и, наконец, концерт с участием творческих коллективов – все это могли увидеть жители поселка. К вечеру на футбольное поле стадиона начали стягиваться желающие отметить праздник вместе. Праздник вообще замечательный. Он очень яркий утром был вообще для детей. Праздник с салютом бумажным. Дети все веселые, радостные. Нам очень нравится. Праздник наш удается, как вы видите. Молодежь танцует, дети. Все нормально будет. Я надеюсь, что праздник понравится каждому жителю в последней разъемке. Подготовка к мероприятию шла все летние месяцы. И речь идет не только о развлекательной программе. Мы постарались успеть сделать асфальтовое покрытие в поселке. Мы постарались сделать благоустройство, оформление новое нашей площади. И, в общем, я думаю, что жители должны это оценить по достоинству. Администрация поселения старается организовать досуг как для подрастающего поколения, так и для жителей почтенного возраста. Во-первых, отмечаются все праздники, библиотеки. И есть нам года не беда, день матери, пожилого человека. Все праздники, и мы все участвуем, и администрация участвует. Все, мы все вместе. Во время торжественной части гостей праздника со сцены поздравил заместитель главы администрации Ленинского района Сергей Гаврилов. Дорогие друзья, день поселка – это праздник общий. Касается он всех, кто здесь родился, кто здесь вырос, живет, работает. Для тех, для кого эта земля является малой родиной. И в том числе для тех, кто эту территорию наш поселок построил. Я имею в виду наших дорогих ветеранов-первостроителей. За работу, направленную на развитие поселка, отличившимся жителям были вручены награды. Поздравления официальных лиц чередовались с концертными номерами. А народу на стадионе становилось все больше, и все хотели сказать теплые слова своей малой родине. Ну, здоровья, прежде всего, я как медик. Здоровья, чтобы все были бодрые, веселые, с хорошим самочувствием и настроением. Концерт продолжался до позднего вечера и завершился салютом. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи.